Сегодня на районном совете фракция КПРВ внесла вопрос в поездку дня по нарушениям законодательства, связанным с реализацией алкогольной продукции на территории Сергея Посадского района. Мы видим, что происходит. Мы видим, что несмотря на запретительные меры, которые содержатся в постановлениях руководства Московской области, губернатора, правительства, у нас, несмотря на это, происходит свободная продажа крепких алкогольных напитков. Дабы не быть голословным, совместно с ребятами из общества народной трезвости местного отделения, которые ратуют за здоровый образ жизни, мы провели совместно контрольные закупки. Взяли, выбрали произвольно магазин Круста и дом Виски, так называемый. Оказалось одно целое, то есть это новая схема по обману, обходу, скажем так, лазейка, как они считают в законодательстве, но они ошиблись. Суть такова. Есть магазин круглосуточный, в котором до 9 вечера торгуют алкоголем. А потом, около касс, любой желающий может прочитать вывеску, что, уважаемые покупатели, после 21 часа крепкие алкогольные напитки вы можете прикупить вот прямо здесь у нас рядом дом Виски, так называемый, который отгорожен от магазина железной шторой, которая до конца не закрыта. Этот дом Виски существует под видом бара, но это далеко не бар. Это просто помещение, в котором та же самая алкогольная продукция, только по несколько иным ценам, более высоким, она продается. Как в магазине, и при этом, но если это бар, то почему там аж 3 целых объявления висит, что запрещено распивать спиртные напитки. Ну то есть это бред. Соответственно, это первый момент. Второй момент, это когда заходишь в заведение, то там полностью пустая информационная доска, на которой должны содержаться все-все-все документы, которые установлены законом и правилами торговли. То есть это все нарушено. Кроме того, там куча вопросов по санитарным нормам и правилам. Ну и дабы, чтобы все было это задокументировано, мы обратились к заместителю начальника полиции Артему Докторову. Спасибо ему огромное. Через 5 минут приехала одна группа с участковым, потом приехала вторая группа уже с АБЭПом. И они все это дело зафиксировали, задокументировали. И сейчас проводят соответствующую проверку. И я просто хочу сказать, что это не разовая акция. Мы будем продолжать эти мероприятия и будем пытаться искоренять вот это зло, которое ведет к тому, что у нас и так фактически споили страну. Они еще и молодежь споивают. Потому что посмотрите, что на вокзале творится, на Привокзальной площади в субботу, в воскресенье. Посмотрите, уже с 11 лет начинают петь. Ну куда это? Ведь они же не с Луны берут, эти все напитки. Хорошо. Андрей, Ваша организация «Жесть» принимала участие в этой акции? Да, мы также приняли участие в контрольной закупке. Это уже не первый раз, когда мы принимаем. Кроме того, фиксировали на несколько камер данные действия. Мне здесь хочется отметить такой момент, что предложение рождает спрос. А спросом появляется отнованная недостатка информации. В связи с этим мы с Союзом борьбы за народную трезвость уже два года бьемся как рыба в лед с администрацией района, которая отказывается разместить хоть один щит рекламный, социальный против табака, курения, против алкоголя, против наркомании, здорового образа жизни. Кроме этого, начальник информационной политики района Лаевский, помощник Короткова, он категорически, допустим, отказывается содействию рекламной поддержки на муниципальных СМИ мероприятиях. У нас 29 сентября прошло первенство города по экстремальным видам спорта. Газета «Вперед» и телекомпания «Родонежь», как уже и год до этого, она, в принципе, не участвовала в этом нашем мероприятии абсолютно никак. То есть они не рекламили, не освещали. То есть район, он делает, мне кажется, все, чтобы, или точнее не принимает никаких действий, чтобы все-таки люди как-то стремились к здоровому образу жизни. И меньше все-таки был спрос на алкоголь, на подобные точки, которые из-за этого активного спроса, они просто цветут, пахнут и процветают на каждом шагу. А в городскую администрацию вы обращались? Да, в городскую администрацию она активно поддерживает все мероприятия. Я могу сказать, что ни одного предложения пока не осталось без ответа. То есть где-то больше, где-то меньше. Естественно, в полном объеме никто, конечно, не встречает. Зачастую нет просто и финансовых, и технических возможностей. Но речь идет, а все-таки какие-то сдвиги есть. Но надо отметить, что все-таки такая организация, как Мука Архитектура, которая курирует рекламу, она находится не в администрации города, она находится в виде администрации района. Она располагается в гостинице Загорск. Вот администрация района как-то... Но она курирует, наверное, с точки зрения, скажем так, благоустройства или благолепия этих рекламных счетов. Она ведь не отвечает за содержание этих баннеров рекламных. Или, по-вашему, она может дать какое-то указание? Ну, разумеется, они как-то все-таки согласуют размещение этих баннеров. А если у нас вообще-то федеральный закон о социальной рекламе, который, насколько помнится, там минимум 5% должно быть, пройдите по городу, посмотрите по рекламным счетам. Найдите хоть один счет, говорящий, что алкоголь, наркомания и курение, и спорт, это хорошо, найдите. Я езжу каждый день, я не вижу за последние несколько лет ни одного счета. Есть там 5% или нет? Мне кажется, нету, и ни одного процента. Примерно какая часть молодежи, ну, по-вашему оценочному мнению, поддерживает вот такое движение за трезвый образ жизни? Мне кажется, очень незначительная часть. Очень незначительная. Это связано, конечно, все-таки есть молодежь, она все-таки идет за модой. Моду поддерживает в том числе и информация. Когда нет информации и нету раскрутенности, вот эта мода, наоборот, мода на другого, мода на пьянство. Вот, и, соответственно, молодежь, она как-то очень вяло поддерживает. Хорошо, я понял. Андрей, как ваше мнение против вот этого магазина «Круста» и псевдобара, скажем так, «Дом виски»? Какие-то меры будут предприняты? Я думаю, будут предприняты. Во-первых, там этот псевдобар уже столько дел наделал, что вот огромные вот эти тысячники, да, вокруг, огромные дома у нас же, да, жители просто уже не могут смотреть на этих пьяных, которые валяются практически в круглосуточном режиме. То есть этот бар круглосуточный, магазин круглосуточный, и круглосуточный у нас теперь алкоголизм, вот, полностью. Причем страшно, когда в 6, вот в 5 утра выходишь вот так в Москву ехать, к машине подходишь, смотришь по 20, по 30 ребят молодых вообще просто никакие. Кто лежит, кто там кого тошнит, кто там встать пытается. Но это страшно на самом деле. Продолжение следует...